МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И какие драконовские штрафы готовят для водителей с иностранными номерами? Добрый вечер. Начинаем подробности недели в студии Алексея Лихман. Время завершения долгих дискуссий настало в украинской политике. Чем ближе летний отпуск, тем больше старых вопросов пытаются решить депутаты. На этой неделе закрыли сразу две большие темы, которые прообсуждали всю зиму и весну. Приняли новые законы о национальной безопасности и о валюте. И еще формальное решение о создании антикоррупционного суда. Фоном для этого всего стали шумные протесты. Какие страсти бушевали у стен парламента и какие в зале, разбиралась моя коллега Екатерина Лысенко. В пленарную неделю нардепы открыли под многочисленные протесты с попыткой прорваться в здание. Но в парламенте требования выслушали, но ничем помочь не смогли или не захотели. Это невозможно сделать. Одномоментно, я еще раз подкраслю, выплатить все, что сегодня уже есть боргом государства, невозможно. Это надзвичайно большие суммы, это не может сделать никакой уряд. Парламент живет по своей повестке дня. Преоритет – закон о национальной безопасности. Очень важно ухвалить этот закон до саммита НАТО, который будет в липень этого года. Это декларативный крок на встречу с НАТО. Декларация украинской государства в этом законе поляга в том, что мы строим новую форму управления армией. Вот мы в очередной раз декларируем, что страна хочет стать членом НАТО, но само НАТО практически заблокировали все саммиты из-за скандала с Угорщиной на мовном вопросе. А второе вопрос, что в НАТО нас никто не возьмет, пока есть территориальный конфликт в Краине. Хотя спорили по законопроекту несколько месяцев поправок, набралось не так уж много – несколько сотен. Разобрались с ними за два дня. Этот закон больше изменяет безумовно для офицеров, генералов, командования, потому что он прописывает такие вещи, каким образом функционирует Генеральный штаб, какие функции Министерства обороны. Министр обороны является цивильным, Верховный Головный командующий призначает керевника Генерального штаба, который керует безусловно військом. Предлагается абсолютно безпрецедентный уровень прозорости, который будет ограничен исключительно законом о государственном таймнице. То есть, что ни с подзаконными наказами, порядками в среднем ведомства не можно будет ограничить доступ к государственной таймнице. Только если какой-то документ на него будет накладен гриф секретности. Цивильный контроль за бюджетом обороны и его прозорость – это была вымога американцев, но она очень рамочная, врахована в законопроекте. Там заявлено, что так, цивильный контроль и прозорость бюджета обороны запроваджаются. Далее стоит кома и написано за вымогом закону про государственную таймницу. До чего это приведет? Это приведет к тому, что все эти статьи будут засекречены, и мы снова не сможем отримать до них доступ. Впрочем, компромисс нашли, документ приняли. Проголосовали за него и многие критики. Сумели подкорректировать нардепы не только оборонный сектор, но и финансовый. Приняли закон о валюте, и он полностью меняет правила, которые действовали все 27 лет независимости и отбирали у бизнеса сотни миллионов ежегодно. Основной принцип – позволено все, что не заборонено. На сегодня в Украине абсолютно для всех физических осіб позволено подкрывать рахунки в европейских святовых банках и так же для компаний. Сегодня украинский бизнес щороку, с оценками независимых экспертов, вытрачает 500-600 миллионов гривен на эти все дозвольные моменты. Ну и пользуясь присутствием нардепов в зале, в четверг голосовали за всех хвосты. Например, во вторник в зале не хватило голосов, чтобы внести в повестку дня законопроект о создании антикоррупционного суда. В четверг нашлись. А вы для украинцев даете коррумпованную судовую систему. А вот чего так и не нашлось – стакада голосов для выполнения требований протестующих возле Верховной Рады. Неделя в парламенте закончилась так, как будто во вторник у стен парламента ничего и не происходило. Головный закон этого тижня не был принят. Это закон 83-62, корректировка государственного бюджета для того, чтобы погасить заборгованных шахтерям, которые приехали в Киев и жили тут два дни, пытаясь забрать деньги, которые они честно заработали, а им государство не отдала. До отпуска нардепов остались две пленарные недели планов, как всегда горы, а вот у многих народных избранников настроение уже не очень-то и рабочее. Яркий пример – депутат Рабинович, который если и появляется, то лишь для того, чтобы пообщаться с журналистами. И к слову о журналистах. Законодательная бомба для СМИ снова в парламентской повестке. Законопроект от Народного фронта, который дает право закрывать новостные сайты без решения суда, якобы за влияние на органы власти. Едина причина, почему этот законопроект сейчас появился в порядке денному – это спроба запровадить цензуру в Украине, диктатуру в интернете и сгортание общественных свобод. Дойдет ли этот документ к голосованию, станет понятно уже на следующей пленарной неделе. Екатерина Лысенко, Ксения Барвиненко, Иван Ермаков. Подробности недели. Телеканал Интер. Что конкретно дадут Украине принятые законы о нацбезопасности и валюте, а также когда депутаты внесут изменения в закон об антикоррупционном суде? Это темы для разговора с Ириной Луценко, представителем президента Верховной Рады. Здравствуйте, Ирина. Спасибо, что нашли время. Ну что ж, первый вопрос. Вот что может изменить новый закон о национальной безопасности? И, кстати, вы знаете, вот вопрос в догонку, почему за него мобилизовалось в Раде меньше депутатов, чем, скажем, за тот же закон об антикоррупционном суде? Там было 317 голосов, здесь 248. Я думаю, что это связано уже больше с отпускными настроями. Я думаю, что яскраво видно было, кто не голосовал. Опозиционные блоки Батьковщина разом, они часто-густо такие, которые не связаны или направлены не на российскую тематику закона, голосуют в унисон. Подвязался Ляшко, не понимала его позиция, но, меньше с тем, что даст в этот законопроект? Это рамковый закон, который закрепляет позицию и движение Украины в направлении европейской интеграции и евроатлантической, певнично-атлантической интеграции. Он закрепляет переход Украины и весь всего сектору безопасности и обороны, там четко визначено, кто входит в этот сектор, какие военные силы и группы военные входят в этот сектор безопасности и обороны. Он закрепляет основные стандарты и переходы на НАТО. Если мы хотим попасть в безопасный союз государств, такие страны-29 складывают этот безопасный союз, которые никогда не воюют между собой, которые защищают свои страны, которые входят в этот союз, если мы хотим попасть в этот безопасный союз, то мы должны одновременно перейти на их стандарты. Мы должны провести как экономику, так и военные силы на стандарты НАТО. Что сделано этим законом? Основное. Министр обороны стает цивильной особой. Его заступники – цивильные особи. Генеральный штаб, руководитель Генерального штаба Муженко на сегодняшний день. Кандидатура его пропонуется президентом, но он полностью подпорядкован к цивильному министру обороны. Сейчас он подпорядкован к президенту Украины как верховному главнокомандующему. Отменяется ставка верховного главнокомандующего как пост-радянский рудимент. Створится этот сектор безопасности и обороны, и вибудовывается другая структура по стандартам НАТО. Повненее проголосовано про прозорость и подзвитность формирования воинского и оборонного бюджета. То есть это будет делать прозоро. Створится соответствующий комитет, в котором будет подконтрольный специальный орган. Ему надается такой статус. Это СБУ Украины. Специальный орган с разведывательными возможностями, с разведывательными функциями. До этого времени он был только подзвитным президентом Украины. На сегодняшний день, после того, как этот закон вступит в действие, будет создан соответствующий комитет, и СБУ будет полностью контролирована и будет подзвитна в Верховной Раде Украины. Вот это такие основные моменты, которые предназначены этим законом. Мы берем на себя обязанность создать новый сектор безопасности и обороны за новыми стандартами. Хорошо. Теперь давайте о другом заметном документе этой недели. Это законопроект о валюте. Финансисты, многие, уже не все, конечно, но многие называют его революционным, что он полностью меняет валютное регулирование, которое действовало у нас 27 лет, устаревшее уже морально. У меня вопрос такой. Что этот закон даст простым людям? Не бизнесу, в первую очередь, а простым людям? Но я могу начать с бизнеса, чтобы рассказать, что даст простым людям. В первую очередь, действовал декрет 27 лет и 200, больше 200 декретов и разных постанов, законов, подзаконных актов, которые регулировали использование валюты в Украине. Это были в основном заборонные заходы и очень маленькие были коридоры, где можно было пользоваться валютою. Что сделал этот закон? Он изменил полностью получение лицензий гражданами и предпринимателей, чтобы совершить валютные операции и брать кредиты с закордона. Он изменил ограничение обязательного продажа валюты. Он увеличил максимальный термин, когда рассчитывания валюты могут происходить бизнесменами. Он позволил простым гражданам брать кредиты, так же, как и юридическим человекам, брать кредиты не резидентов и внешних банков, и не брать дозвіл. Это увеличивает, скажем так, безвизовый режим валютных разрешений с закордоном. Вы знаете, что у нас коротился экспорт на Россию, но в три раза вырос экспорт с Европейским Союзом. У нас уже выходят свободный рынок, свободное регулирование. Что это даст возможность нашему бизнесу? Сбільшить экспорт, расширить возможности отримать дешевые кредиты за кордоном, а значит, расширить производство в Украине. Что это значит для гражданин? Сбільшение рабочих мест, сбільшение доходов, швидший рух экономики. Это даст поштовх, залучение инвестиций, расширение бизнеса в Украине, больше рабочих мест, больше зарплат. Хорошо. Еще одна тема, которую хотелось бы с вами обсудить, это новость со ссылкой на Комитет избирателей Украины. 62% законопроектов, которые были зарегистрированы за 6 месяцев этого года, признаны, Ирина, некачественными. Причем это оценка главного научно-экспертного управления Верховной Рады. Весь этот законодательный спам эксперты рекомендовали отклонить или вернуть на доработку авторам. Вообще, по сравнению с прошлым годом, количество популистских и некачественных законопроектов выросло на 5%. И вот в связи с этим, Ирина, у меня к вам вопрос. Как вы оцениваете эту ситуацию? Ну, и этот законодательный спам, и вот тот факт, что многие депутаты, ну, вот тот же Вадим Рабинович у нас сегодня в сюжете прозвучал, они в телеэфирах чаще появляются, чем участвуют в заседаниях Рады. Как можно повысить качество работы наших парламентарьев? Или это уже утопия? В первую очередь я поясню о том, что мы наблизились до президентских выборов. Мы, по-моему, с вами уже встречались в передаче, где я сказала, что на этих президентских выборах мы можем побачить близко 50 кандидатів президента, а может и больше. Відповідно, это будут и политики, которые находятся в парламенте, и наиболее кричат, очень много. Начиная Каплин, Ляшко, много-багато. Сейчас наиболее политики, те, которые кричат, это будущие президенты. Відповідно, их политические силы, и они особисто выкидают очень много таких законов, которые легко запропоновать людям, как солодка цукерка, которая вроде бы решит все вопросы. Роздать всем пильги. Снизить в три раза тарифы. Повернуть до единого любые выплаты. Заборонить продажу земли. И много-много таких вещей, которые неможливо выполнить в скудности бюджета в стране, которая воюет. Мы бачим лавину таких законопроектов, которые покращивают, покращивают життя, громадян, но не дают механизма, а где же гроши взяти на это? Знову кредиты? Знову увеличить какие-то выплаты, чем? Надрукувавши гроши? Знову разбалансовавши экономику? Поднявши инфляцию до неймовирного руху? То тогда инвесторы не прийдут. То тогда бизнес не сможет работать. Такая лавина будет увеличиваться, и мы увидим этот спам протягом года неимоверный. Он регистрирует такой законопроект, знаючи наперед, что он не будет проголосованный, выходит до людей и начинает рассказывать им казки. Это все припин... Единственный совет, наверное, Ирина, извините, перебью, который мы можем дать, делить все на 10 и внимательнее смотреть на то, что люди делают. Я дам пропозицию не на 10, а на 50. Спасибо вам. Делить на 50. Спасибо. Ирина Лусанка, представитель президента в парламенте, была моей гостью, отвечала на вопросы. Спасибо, что нашли время. Мы продолжим. Полный комплект для проверки НАБУ собран на этой неделе. Третьим в группе аудиторов бюро стал Павел Жибривский. Теперь впервые за три года может состояться внешнее оценивание работы Артема Сытника и его детективов. Чем это грозит Сытнику и кто еще будет проверять НАБУ, посмотрите далее. Ревизоры в комплекте. На этой неделе президент назначил аудитора НАБУ по своей квоте, тем самым завершив набор. Им стал Павел Жибривский, в прошлом успешный бизнесмен, ставший чиновником. Последние три года он возглавлял Донецкую областную военно-гражданскую администрацию. До этого имел отношение к правоохранительным органам. Почти полгода руководил одним из управлений генпрокуратуры. Боролся с коррупцией должностных лиц. Теперь будет проверять, как борются с коррупцией в НАБУ. Вместе с Михаилом Буроменским и Владимиром Василенко. Буроменского по своей квоте назначил Кабмин еще больше года назад, к слову, проявив наибольшую пунктуальность. В правительстве проверять бюро доверили украинскому юристу с научными званиями. До этого он успел поработать судьей Европейского суда по правам человека. Сейчас Буроменский глава делегации Украины в антикоррупционной группе государств Грека. Василенко – ставленник парламента. Кстати, назначение аудитора НАБУ в Верховной Раде превратилось в полуторагодовую эпопею со скандалами и взаимными обвинениями. Сперва депутаты не смогли выбрать достойного из двух кандидатов – американца Роберта Сторча и британца Найджела Брауна. Голосование провалили. Не выдержав украинских политических игр, свою кандидатуру на эту должность сняла и Марта Борщ, известный американский юрист. В результате две недели назад нардепы проголосовали за Владимира Василенко – украинского юриста, специалиста в сфере международного права. Он был судьей международного трибунала по бывшей Югославии, представлял Украину в Совете ООН, а также при ЕС и НАТО. Итак, теперь эта тройка должна мониторить работу Национального антикоррупционного бюро и решать, насколько эффективно оно работает. Они будут иметь доступ к расследованиям, проводить собеседования с сотрудниками, при этом хранить в тайне все, что узнают. А вот первые отчеты аудиторов обещают к концу этой осени и по итогам их работы могут даже уволить директора НАБУ. Уровень коррупции в Украине вырос. Это отмечается в исследовании PricewaterhouseCoopers, одной из крупнейших мировых аудиторских компаний. Она входит в так называемую «большую четверку аудиторов». Компания фиксирует ситуацию по коррупции в 123 странах. Каждый третий украинский респондент ответил, что его организация получала предложение дать взятку в течение последних двух лет. И если два года назад в 56% организаций так или иначе сталкивались с коррупцией, то в этом году уже в 73%. Это почти в три раза выше общемирового показателя. МВФ напомнил Украине, что нужно сделать, чтобы получить очередной транш. Список небольшой, всего три пункта. Но если посмотреть, как не хочется нашим политикам выполнять требования фонда, то это напоминание от МВФ смело можно назвать вежливым отказом. Мол, мы хорошо помним, что вы должны. Первое. Хотя МВФ и приветствует голосование за антикоррупционный суд, все-таки считает нужным изменить закон так, чтобы все апелляции по делам НАБУ рассматривались именно в нем. А еще повысить цену на газ и выполнять условия по дефициту бюджета. То есть не завышать расходы. О самом болезненном. Повышение цены на газ сегодня говорили в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству. Премьер Владимир Гройсман пояснил депутатам, когда Украина сможет не повышать, а даже снижать эту цену. Для украинских граждан я уже больше року держу цену 7 тысяч гривен. Вы знаете, и я думаю, что будь-хто, кто бы сидел на моем месте, сегодня столкнулся с этой проблемой. Почему? Потому что с 2005 по 2013 год Украина, уряды Украины запозичили 50 миллиардов доларей. За этих 50 миллиардов доларей в этом году мы должны отдать только на обслуживание 5 миллиардов доларей. За наступных 5 лет мы должны отдать 33 миллиарда доларей в 150 миллиарда. Это означает, что мы должны выходить за межи украинской финансовой системы для того, чтобы запозичивать ресурсы, перекредитовывать, уменьшить деньги на их обслуживание. Таким чином, моя мета, чтобы мы взагалі за всеми баргами рассчитывались. Но когда мы сможем самостоятельно, без вплива формовать цены на газ в среде страны, я вам скажу, тогда, когда мы замість краины-импортера, яка закуповывает газ в Украину, станем краиною-экспортером. Мы сейчас идем очень четко до того, чтобы стать краино-экспортером, а это означает системно понизить на 20-30%. Итак, будет транш или не будет? Если нет, то что дальше? Давайте спросим об этом у Олега Устенко, экономиста, президента Гарвардского клуба Украины. Он с нами на связи. Здравствуйте, Олег, спасибо, что присоединились. Вот вы допускаете вообще, что политики пойдут уже в этом предвыборном году на повышение цены на газ и устоят перед искушением повысить расходы бюджета? Или стоит сразу нам готовиться к тому, что траншей не будет? Ну, я бы вот что сказал. Я бы сказал, что с высокой вероятностью мы не получим транш на протяжении, скажем, ближайших нескольких месяцев. И действительно, вот почему. Первая причина. На пиках политических циклов ряд ли политики хотели бы делать какие-то непопулярные действия. Увеличить тарифы на газ, то, как было обещано украинской стороной Международному валютному фонду в марте 2015 года. Я еще раз напоминаю, что это не было пожелание Международного валютного фонда. Это было пожелание украинской стороны. Было обещано. И если было обещано, то это надо выполнять. Второе. То, что надо сделать, это надо проводить приватизацию. Опять-таки, как было обещано еще в марте 2015 года. Несмотря на то, что в 2016, 2017, да и в самом 2015 она была сорвана. Еще то, что надо делать, это тоже надо делать подвижки, связанные с антикоррупционным судом. Но я бы вот что сказал. В этом анализе важно понимать, что через буквально несколько недель, месяц, международные рынки заимствования капитала будут закрыты для очень многих и для Украины в частности. Закрыты это означает, что Украина, даже если сейчас хотела бы выйти на внешние рынки заимствования капитала, она должна была бы быть готова платить порядка 10% годовых по валюте. Представляете, что бизнес делать под 10% крайне тяжело, а обслуживать страну, долги страны, это просто невозможно из области фантастики. Но даже этот источник, он просто будет закрыт. И тогда мы столкнемся с необходимостью идти на уменьшение золотовалютных резервов в этом году. К слову сказать, премьер, когда говорит о том, что нам надо отдавать внешние долги, он прав. Но кроме внешних долгов государственных, у нас есть еще долги украинского частного сектора, на руках украинский частный сектор имеет порядка 50 миллиардов долларов. И если им надо отдавать деньги, то им надо отдавать доллары. Гривну на западе, гривну на востоке брать точно не будут. Значит, надо где-то покупать доллары. Доллары можно купить в одном месте, можно купить на межбанковском валютном рынке. Еще надо помнить, что в общем-то у нас есть торговый дефицит, который тоже нуждается в финансировании. Конечно, идеальный вариант, который я бы предпочел видеть, это колоссальная закачка валюты по каналам прямых иностранных инвестиций. И тогда все вопросы с заимствованиями просто сами собой отпадут. Но для того, чтобы это делать, надо тогда иметь приток прямых иностранных инвестиций. Ну действительно, пока что такой вариант кажется малореальным. Если честно, я здесь с вами соглашусь. Олег, вынужден вас благодарить. Мы ограничены, к сожалению, во времени. Олег Устенко, экономист, президент Гарвардского клуба Украины, отвечал на мои вопросы. Спасибо вам еще раз. Пересмотреть приоритеты в экономической политике призывают в оппозиции. Делать все, чтобы заработала украинская промышленность и появился финансовый ресурс внутри страны. Идет уже просто не диалог с Международным валютным фондом, а идет диктат со стороны, или попытка диктата со стороны МВФ. Вот вы сделаете это, вы сделаете то. Последнее требование, которое касается увеличения стоимости газа для населения, которое иначе, так космическое, которое и так высока, это вообще прямой путь к социальному взрыву. Все страны, которые тупо следовали рекомендациям МВФ, невзирая на свои национальные интересы, они оказывались на грани, либо входили в социальное противостояние. И я считаю, что сегодня в таких условиях нам надо останавливать сотрудничество с МВФ, заниматься своей экономикой, заниматься поддержкой реального сектора, своего производителя, снижать налоги, снижать тарифы, для того, чтобы ожила промышленность, и выстраивать свою политику. Выстраивать политику, которая будет соответствовать нашим национальным интересам, а не интересам МВФ. Подбираются политики и к решению проблемы евроблях. Обсуждают даже, сколько придется заплатить за легализацию машин. Какую цену предлагают чиновники и на что согласны сами владельцы машин с еврономерами. Разбиралась Елена Зорина. Среди таксистов и рядовых автомобилистов литовцы, поляки и чехи в Украине повсюду. Я працюю в Чехии, и мне так подходит. Она дешевше. Кто-то, как Игорь, выезжает каждые пять дней, выстаивая очереди на границе. Ну, не совсем сручный, но закон я закон. Кто-то правдами и неправдами получает разрешение ездить в Украине на год в схеме доверенности, заграничные компании или граждане иностранцы. В частности, в евроблях происходит где-то процентов 15 аварий в Киеве. Сколько их ездят по Киеву процентов, примерно столько аварий происходит. Ежедневно рассказывает автоэксперт Влад Антонов, а полиция подтверждает, в столице регистрируются аварии с участием евробляхеров. Отправляемся в авторейд. И вот первый случай. Литовский Мерседес въехал в патрульный Рено. Я перестраивался с одного ряда в другой, загорелся красный. Машина эта остановилась, а я смотрел направо, уступят мне дорогу или не уступят. Ну, просто калый, поперся. Накладка бампера справа и незначально вмятана на бампере. Кто заплатит за ремонт вот этого Хюндая, а за одно и Лексуса, пока не ясно. В две припаркованные машины въехал польский нерезидент. Из машины выползло шесть тел, ну как, шесть человек. Два из них были пьяные, это было видно. Один из них был за рулем. Варвара и второй пострадавший автовладелец теперь ожидают суда. Но покроет ли ущерб виновник – большой вопрос. У них доверенность, владелец в Польше. У этого водителя не было права, он уже был лишен прав за вождение в нетрезвом состоянии. Есть страховка и хотя бы какие-то документы – большое везение. Водители часто скрываются с места, когда ситуация серьезная, когда речь идет о пострадавших, о большом ущербе. В случае с евро номерами очень трудно установить, кто был за рулем. Да и наказать за езду на автомобиле без растаможки, говорят юристы, почти невозможно. Когда полицейский берет в руки техпаспорт, бачит, что особа в него вписана, но фактически проверить, когда автомобиль заехал на территорию Украины, он не может. Изменить эту ситуацию в очередной раз решили в парламенте. Предлагают ввести акциз для автомобилей с иностранной регистрации и драконовские штрафы. В любом разе сумма размытнения будет сягать где-то 2 500-3 000 евро. Загальна сумма. Мы сделали за все годы существования Украины наибольшую либеральную ставку. Для каждого авто свой тариф. Чем новее, тем дешевле. Формула – простая базовая ставка. 50 евро для бензиновых и 75 для дизельных машин. Эту сумму нужно умножить на объем двигателя и возраст авто. Выходит, что поставить на учет пятилетний бензиновый Mercedes-Benz можно будет за 500 евро. А вот растаможка 20-летнего дизельного Volkswagen Passat почти с таким же объемом двигателя обойдется в 2850 евро. За езду на машине с просроченным сроком транзита предусмотрен штраф до 170 тысяч гривен с лишением прав. В организации, которая занимается защитой прав евробляхеров, говорят, растамаживать машины владельцы готовы, но с цифрами не согласны. Акцизы на старые иномарки порой вдвое выше, чем стоимость самих машин. Помимо удобства, это еще и хорошо отложенный бизнес. Купить евробляху можно даже не выезжая за пределы Украины. Дорогой внедорожник, шикарный кабриолет или просто рабочая лошадка. Что закажете? Оформление вопрос максимум на час. А краина Киева именно здесь рядом с овощными лотками рынок по продаже автомобилей с европейской регистрацией. И купить евробляху, говорят, так же просто, как и помидоры. Были бы деньги. Вот это сейчас мы и проверим. По легенде, ищем машину для папы на дачу. Недорого. А, чтоб все колеса? Ну да. Есть. Старенькие иномарки, в большинстве, говорят, пригнаны из Германии, зарегистрированы в Литве. Вот этот внедорожник, гордость продавцов за него просят 8,5 тысяч евро. Ездить в Украине, уверяют, можно без растаможки. Только ежегодно штраф нужно заплатить. Она будет на таможне на вас. Если вы не выезжаете, по 8 тысяч каждый год. Нам предлагают самый дешевый вариант. Вот этот 19-летний универсал. Даже кондиционернее? За 2 тысячи. За 2 тысячи? Ух ты. А если мы решаемся, то как мы тогда договариваемся, как мы оформляем ее? Прямо здесь. Прямо здесь? Да. Смотрите, документы прямо здесь. Это паспорт. Их осмотрю на 2 года. Вот оттуда дается в генеральный дождь. Вот месяц, пять, пять, пять. Просто здесь пишешь. Дамы вашего отца. Вас можно. Любовника можно. И крюс менять. За доплату обещают машину растаможить. Через 2 месяца я пишу вот это на вас. И вот фотографирую. Паспорт. А сколько это обойдется растаможкой? 250. 250 долларов. Этим занимаются фирмы. Организованные группировки, которые имеют крышу на таможне. Имеют крышу в правоохранительных органах. Имеют депутатскую крышу. Это огромные деньги. Миллиард евро ежегодно наличкой переходят в карманы вот этих евробляхобизнесменов. Откажутся ли от этого лакомого куска те, кто привык к стабильному заработку? Вопрос. Ведь если ведут доступные акцизы для евроблях с бизнесом, дельцам придется распрощаться. Да и что делать с теми машинами, которые уже рассекают по украинским дорогам? Чтобы разметить, этот автомобиль нужно снять с облику в другой стране. Найти того властника, который сняет с облику. Даст соответствующий дозволь. Аж потом официально его тут разметить. То, как особа его тут купила, неведомо у кого. Неведомо, кто ты властник. То, кто и не найдет конец окрая. Штрафы и запреты, говорят эксперты, могут породить новые коррупционные схемы. Элементарный автомобиль фактически эффективно сдать в ремонт, получить какую-то справку, что автомобиль в ремонте. Если вас остановили, вы можете сказать, я еду на СТО чиниться. Для тех машин, которые сегодня на территории Украины, нужно запропоновать простой механизм заплатить деньги в государственный бюджет и зарегистрировать в МВС. В парламенте судьбой евробляхеров медлят. Законопроекты хоть и появились, но на этой неделе их даже не смогли включить в повестку дня. И пока литовцы и поляки спокойно колесят по украинским дорогам. Елена Зорина, Марина Коваль, Мария Анна Бурякова, Иван Ермаков и Валентин Белич. Подробности недели телеканал Интер. Генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня на один день стал экскурсоводом. Показал памятные места Киева детям с Донбасса. Экскурсия началась с Майдана и Аллеи Героев Небесные Сотни. Также Луценко провел для школьников необычный урок истории в казацком поселении. И продемонстрировал свою коллекцию оружия. Вы смотрите подробности недели, мы возвращаемся в прямой эфир. Украинская полиция задержала подозреваемого в серийных убийствах и изнасилованиях. За несколько месяцев в Кривом Роге произошли шесть жестоких нападений на женщин. К сожалению, две жертвы маньяка погибли. Учитывая серийный характер, для поимки преступника были задействованы масштабные силы. Полицейских, нацгвардии, военных и обычных граждан. 18 июня удалось установить подозреваемого. Ему 35 лет, ранее судимый. Мы установили особу, причетную досковину этих злочин. На сегодня эта особа уже затримана, заарештована. Утримается в изоляторе темчасового тримания, даёт показы. И практически по всем эпизодам вбивства або разбойных нападей зібрана доказовая база. Это и мобильные телефоны, и особенные речи потерпелых, и другие доказы, которые вказывают на вынесе этой особи. Без зарплаты в этом году могут остаться учителя. На выплаты им не хватает почти 4,5 миллиарда гривен. В бюджет на этот год внесли просто недостаточную сумму на субвенцию регионам, за счет которой и осуществляют выплаты. Нужен 31 миллиард гривен, а есть только 26,5. Напомню, в прошлом году в подобной ситуации оказались медработники. И в этом, как говорят эксперты, ситуация может повториться. Вообще, не первую неделю политики спорят, а хватит ли доходов госбюджета, чтобы покрыть все запланированные расходы. Говорят, статьи по доходам не выполняются. Чиновники это не признают, но и опровергают как-то так, что остаются сомнения. Поэтому мы попросили одного из самых опытных украинских финансистов, Виктора Пинзенека, прокомментировать эту тему. Действительно ли с бюджетом есть проблемы? Вот что он ответил. Когда говорите про поточную ситуацию, то нужно рассчитывать, насколько реальная динамика надхода, что даже в законе, на жаль, тут есть проблемы. Динамика дохода не является приятной. Хотя, если оценивать ее по показаниях арифметичных, то ситуация выглядит не так плохо. Но очень важно внести, что стоит за этими цифрами. Потому что некоторые доходы случаев, они не равномерно находятся. Например, податок на доданную вартость, который сплачивает граждан, они равномерно находятся каждый месяц. А такие кошки, как израхование от Национального банка, они идут неравномерно. Треба враховаться, что за последние два месяца Национальный банк перераховал две трети речной суммы доходов. За всего за два месяца. 32 млрд грн. и в целом сумме 46 млрд грн. Это способствует ситуацию и делает иллюзию, что она непогана. А она на самом деле значительно гирша. Доходов, которые предназначены, в бюджете их нет. Хотя, надо сказать, справедливости рады, что динамика, по сравнению с началом года, полепшилась. Но пока что, за моими оценками, не позволяет ожидать на получение достатной количества доходов. Уже сороковой день голодовки Олега Сенцова. В эту среду Европейский суд по правам человека попросил Россию предоставить всю информацию о здоровье Сенцова и призвал его прекратить голодовку. Накануне стало известно, что Сенцов отказался и продолжил свой протест. Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Динзе. Очередные горячие сутки на Донбассе. Десятки обстрелов. Боевики применяют артиллерию и минометы. Зафиксированы даже беспилотники боевиков. Все подробности у нашего военкора Геннадия Вивденко. На основных участках фронта по-прежнему горячо. Один из важнейших на Бахмутской трассе линия обороны поселков Новотошковская-Крымская. После попытки штурма украинских позиций и тяжелых боев противник выдохся. Сейчас оккупант бьет из запрещенного крупного калибра и ствольной артиллерии. Очередной выход. Далекие приходы. А там не сладко. Так практически каждый день. Провокации средь белого дня, ночью идут колоссальные обстрелы. Это один из прилетов. Уже крупный калибр. Украинской армии удалось продвинуться в районе Новотошковского на отдельных участках фронта на несколько сотен метров и занять господствующие высоты. По Минску это наша территория. Так бойцы стараются обезопасить от обстрела в ныне областной центр Северодонецка, а также крупные мирные города, Лисичанск, Рубежное, Кременное. Южнее в районе Приазовья, Горловки и Авдеевки происходят преимущественно ночные бои с ответным огнем. Они же с мечом сюда пришли. Вот меча и погибнут тут. В район Авдеевки вновь, по данным разведки, прибыла группа снайперов-наемников. Активизировался два дня снайпер назад. То есть заметили его. Сейчас работаем над контрснайперской мерой. Пытаемся его обнаружить. И будем потом его ложить в землю. Общая атмосфера на фронте напряженная. За ночь зафиксировано 30 обстрелов. Один украинский боец ранен. Геннадий Вивденко, Дмитрий Раскольников, Анатолий Воробей. Подробности недели телеканал Интер из Донецкой и Луганской областей. Нового главу Донецкой военно-гражданской администрации представил сегодня президент Украины. Область возглавил генерал СБУ Александр Куц. Ранее он руководил управлением службы в Донецкой области. Президент охарактеризовал его как человека решительного и хорошо известного в регионе. Сказал президент и о задачах, которые предстоит решить Куцю. Надзвичайно важливо, чтобы не остановилось восстановление зруйнованной инфраструктуры. Мы 100% можем сказать про то, что Донбасс сегодня находится среди первых пріоритетов президента Порошенко. Тем более, что я наголошу, я оптимист. Я уверен, что нам удастся развернути миротворчую операцию. Я уверен, что нам удастся принести мир. Я уверен, что отличность жизни на оккупованной территории и на свободной территории является кардинальной. И это от нас с вами залежит, создать соответствующий климат для людей. Безопасный, комфортный, защищенный, с развивающейся экономикой. 22 июня, 77 лет назад, вся территория Украины стала ареной боевых действий во время Второй мировой войны. В первый же день начались бомбардировки городов. Это была самая разрушительная война в истории нашего народа. Миллионы украинцев погибли. Боевые действия волнами прошли по территории нашей страны. Сначала с запада на восток, потом снова на запад, возвращая войну обратно в гитлеровскую Германию. Сегодня киевляне, ветераны и политики возложили цветы к памятнику вечной славы. На могиле неизвестного солдата в столице, лидер оппозиционного блока Юрий Бойко призвал сохранить память об участниках войны. Один из самых известных историков, британец Нил Фергюсон, сегодня в Украине. Он выступил перед участниками форума стипендиальных программ «Завтра Юэй» и всемирных студий, которые организовал фонд Виктора Пенчука. За годы работы этих программ 2500 студентов из Украины получили финансовую поддержку для продолжения образования. Более 100 человек – возможность учиться в лучших университетах мира. В этом году еще 100 украинцев получат стипендии, а 6 расчастливчиков – гранты на оплату магистерского обучения за границей. Друзья Украины говорят, самое главное, что у вас есть, это молодое поколение, я в это верю, все зависит от вас. Вы, конечно, должны прислушиваться ко взрослым, не ко всем, но к лучшим. Вот некоторых лучших мы для вас сегодня пригласили, чтобы они вам какие-то пожелания сказали, напутствия. Украина унаследовала от своего советского прошлого очень высокие стандарты образования. У вас огромный человеческий капитал, но главная проблема, когда яркие, талантливые молодые украинцы, как те, которых награждали сегодня, уезжают за границу и остаются там. Поэтому главный вызов для страны – создать такие экономические возможности, чтобы талантливая молодежь видела свое будущее в Украине, а не в Штатах или Британии. Рост экономики – это то, что удержит людей здесь. Политики сегодня работали и на площадке национального форума «Трансформация Украины». Участниками были также дипломаты и представители духовенства. Главная тема – какой будет Украина после тройки выборов, которые начнутся в следующем году – президентских, парламентских и местных. И на этом все на сегодня. Спасибо, что смотрели подробности недели. До встречи в следующую пятницу.